На ежегодном смотре предприятие Дорсервис представило технику двух своих подразделений дорожного хозяйства и благоустройства. Самосвалы, автогрейдеры, погрузчики, тракторы всего свыше 50 единиц. Глава муниципалитета лично проверил, готовы ли коммунальщики к зиме. Давайте так договоримся, как мы в прошлом году делали, в случае аврала и большого количества сега у нас запас техники должен быть по тем предприятиям, которые мы всегда привлекаем. В подразделении дорожного хозяйства в зимний период задействовано 43 единицы техники, которые работают практически в круглосуточном режиме. Много и такой, что была приобретена совсем недавно. Например, для уборки внутриквартальных территорий и проездов. В этом году были закуплены малая механизация, такая как снегороторы, вы их можете увидеть. Они уже отработали у нас начало зимы. Также были закуплены бензощетки. Это подметальное такое устройство. Для уборки снега с автодорог используется более крупная техника. К примеру, такие лаповые снегопогрузчики. Работают они совместно с автогрейдерами. При ширине снежного вала 1 метр такой лаповый снегопогрузчик за 5 минут может собрать около 20 кубов снега. Предприятие позаботилось и о закупке реагентов. У нас есть запас песко-соляной смеси в объеме 5000 тонн. До конца года будет закуплено еще 4000 тонн. И в течение зимнего периода еще 3000 тонн. Соответственно, общий объем составит 12000 тонн. Общее количество машин, запланированное к работе в зимний период – 98 единиц. Но так как на осмотре было представлено только около 60% всей техники, глава муниципалитета принял решение провести еще один смотр в самое ближайшее время. Для того, чтобы посмотреть и личный состав, который обеспечивает и уборку дорог, и внутридворовые территории, и посмотреть малую механизированную технику. И мы договорились, что мы еще посмотрим, какую технику и какое количество людей подготовили наши управляющие компании. Валерий Вензель подчеркнул, что грядущей зимой коммунальщики должны обеспечить на территории муниципалитета качественную уборку не только центральных дорог, но и внутридворовых проездов и тротуаров. С этой целью было закуплено дополнительно еще 9 единиц техники, поставку которых ожидают в ноябре. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, ВИДНОТВ.